уважаемые зрители моего канала вот такой есть пульт fly sky i6 fs i6 но он шестиканальный но появилась необходимость перепрограммировать его на 10 каналов потому что квадрокоптер все работает только подвес для камеры не хочет работать что для этого надо для этого нужен вот такой конвертер ftdi это как программатор ардуиновский но если они различные потому что вот схемка есть вот такая схема это подключение вот эта схема это подключение этого разъема который находится на задней панели передатчика контроль контроллеру вот у него три вывода задействованы самый крайний это корпус и вот они видите вот корпус rx оставим тx и rx но когда подключаете то tx подключается на rx а rx подключается на tx что и показано конкретно вот на этой схеме но это для этого конкретного контроллера потому что контрольеры бывают разные и распайки разные и я вам покажу дальше для этого схемка есть если вы видите это вот разъем с видео вот здесь мама здесь папа вот он стоит этот разъем находится на задней панели данного передатчика ну и как я повторяюсь еще конвертер с ft ftd и значит обращаю ваше внимание чтобы не оказаться как говорится в руках и не угробить ничего вы смотрите все-таки выводы вот здесь выводы вот если посмотреть вот здесь грунт здесь dtr дальше sts здесь нет такого дальше 5 вольт вот он 5 вольт а это rx tx вот эти можно сказать 1 2 его 3 которые необходимы но вот на этом конвертере они другие поэтому если вы приобрели такой конвертер бездумно не смотрите на схему и не паяйте разберитесь все таки с выводами куда какой вывод идет дальше как я уже говорил вот он из видео разъем он как раз сюда подходит плохо конечно что он такого вида ну сделаем по-другому и кусок кабеля можно конечно это все сделать и на соплях как некоторые в интернете делают но если вы на соплях делаете и случайно и случайно контакт пропадет то с пульта управления передатчика которые вот этот есть который стоит почти 3000 это превратится никому ненужный кусок пластика с набором радиодеталей поэтому прежде чем делать думайте поэтому ничего страшного нету если все это можно сделать я тоже оголел провода здесь вот есть даже как если правда немножко больше не три а четыре провода и аккуратненько сделать пропаять но я сейчас вам покажу как это все я буду делать ну что вот я так подготовил и решил что я все таки при появимся четыре провода потому что потом можно будет этот кабель использовать и как программатор при помощи вот этого конвертера в теди и как симулятор при паял сюда вот такой разъем имеются ввиду с обратной стороны тут всего лишь доброго водка используется но это чуть попозже схема куда пока что будем припаивать провода не буду эту тумничка как я паяю потому что многие лучше паяют некоторые хуже паяют поэтому тут хвастаться мы не будем каждый паять как у него получается ну вот так это я термоусадочную ленточку трубочку отдел припаяю покажу так ничего получилось вот вот как-то так термоусадочную ленточку отдел а теперь возьмем это берем и все это термоусадочную ленточку трубочку не вызванивать и не трезвонить так значит берем тупо рисуем и получается это у нас белый это желтый это красный и остался синий вот у нас получается синий красный желтый и белый вот получилась такая что потом все равно придется конечно звонить защиту от дурака надо было сделать так теперь берем вот этот кусочек термоусадочной ленты но мы возьмем с другой стороны либо мы здесь заниматься хирургенью так это желательно конечно прижать чуть-чуть вот так давай 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 вот так сейчас посмотрим нормально у нас одежда и что ты не одеваешься одевался же так значит тогда на себя так где-то вот так теперь берем включаем термоусадочный аппарат названием фен начинаем потихонечку мы все это усаживать если найдете конечно разъем разъем надо было там изоленты подмотать чтобы здесь как бы разъем разъем скомпоновать разъем 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 вот эта можно разъем нужно вывести аппаратуру находится вот она земля находится дальше tx находится здесь вот раз два третий а здесь раз два третий сверху rx 2 rx тоже 2 то есть вот так но грунт получается у меня 2 все остальное принципе совпадает то есть rx tx да и сюда вставляем rx вставляется в tx а tx вставляется в rx то есть это не ошибка это так должно быть для того чтобы запрограммировать процессор который находится данном устройстве так ну и сейчас продумаем еще вопрос как мы подсоединим сюда вот этот разъем для чего нужен он нужен для того чтобы подключиться к компьютеру ну если установить установить программу симулятора на компьютере подключиться к компьютеру там дополнительные из программки еще это можно найти в интернете но кому если будет интересно можете задавать вопросы в комментариях я вам дам ссылку или даже может быть дам ссылку и сбросите себе эту программки две программы сбросите и будете пользоваться симулятором то есть вот таким симулятором самодельным не используя не тратя 400 400 рублей своих кровно заработанных или не кровно заработанных денег но алиэкспресс или на других каких-то интернет сайтах ну что вот так я сделал разъемчики я взял это разъем питание для дисковода ну знаете на блоке питания куча проводов и таких вот ну вот такой разъемчик и он как раз отлично подходит чтобы сюда его пристроить не стал я паять зачем может быть для чего-то еще можно будет использовать данный программатор поэтому мы пошли вот таким я пошел вот таким путем может кому-то тоже это будет полезно провода я выбросил разбирается он очень просто здесь нажимаете выдергивается перекидывается и поэтому провода здесь меня соответствует тем проводам которые у меня здесь есть так это разъем для чтобы использовать этот кабель как симулятор тут использую только два провода вот используется вот этот и корпус вот два провода используется вот раз и два здесь у меня синий провод ну это мне зеркальный то есть наоборот синий провод я его вот закоротил вот эти два контакта а это корпус теперь я хочу провод на всякий случай пусть останется но всяко бывает зачем его обрезать что потом станции с губного были ничего страшного сейчас я его возьму вот так термоусадочную ленту одену конец можно было кончик не все затем мы его берем сейчас он чуть-чуть это идет его сюда туда лично запчасть появилась потому что вот этот не подходил так мы его сюда пристроим все этот провода как раз три провода которые идут ну на ftdi конвертер так ну чтобы было более менее презентабельно все это выглядело да кстати сначала надо все таки же прозвонить а то понять можно все что угодно паять ильный паять паяешь так значит понятно что rx идет сюда на tx а tx идет сюда на rx поэтому берем значит смотрим вот берем красный 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 у нас rx значит здесь должен быть tx а tx у нас находится с этой стороны вот tx верно все остальное ничего не звонит вот только теперь берем tx здесь rx нет берем корпус берем корпус что-то я перемкнул а вот это уже хреновенько ладно будем разбираться вот этот изоляция на проводах вот в этом кабеле она очень очень плавкая и когда я запаивал экран он видите немножечко перри ну как нагрелась и поплавилась естественно экран закоротился с этим кабелем у меня получился на корпус один из сигнала поэтому быть очень внимательны в этом отношении мы теперь будем что делать теперь оденем сейчас термоусадку и термоусадим устранили теперь будем снова проверять чтобы не было никаких коротких замыканий так раз вот сюда пойдем сначала вот этот синий все кабель готов вот он получается и как программатор с использованием вот этого конвертера но он немножко другой конвертер FtDi или этого конвертера и в то же самом можно отключить конвертер и использовать как симулятор кабель ну еще мы продолжим покажу еще до конца его доделать ну что подведем итог получился вот такой кабель ну с этой стороны немножко надо все таки было какую-то может быть трубку одеть или еще что-то ну это уже как говорится умные мысли приходят после с этой стороны я сделал вот так вот выходы меня на программатор ну вот такой же вот как здесь вот он но здесь другой немножко FtDi конвертер разъем как я уже сказал запил это кабель разъем питания дисковода ну это для симулятора все да кстати говорил не говорил не знаю значит симулятор у нас подключается вот к этому разъему раз корпус два вот симулятор ну то есть вот он этот корпус вот он не выведен сюда ну и что как будет работать это уже отдельный разговор потому что не все сразу не будем нагружать вас лишней ненужной информацией вот так вот что получается так что кому интересно делайте задавайте вопросы будем отвечать то что знаем все кому полезно ставьте пальцы вверх кому нет пальца вниз подписывайтесь на мой канал делаю сам делюсь народом всего доброго до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч hop